Итак, погнали. Всем привет. С вами, как всегда, Влад Широков. Буду читать книгу, уже знакомая вам. Тонкое искусство по физике. Счастье от решения проблем. Проблема – это жизненная константа. Чтобы поднять, подтянуть физическую форму, вы записываетесь в тренажерный зал. Но тем самым создаете новые проблемы. Надо выделить время для занятий и рано вставать. Да еще до одури потеть на тренажере. Да еще мыться и переодеваться, чтобы не вонять на весь офис. Или, допустим, такая проблема. Вы мало времени проводите с женой. Вы решаете, что по средам будете вместе ходить в ресторан. Но это опять головная боль. Куда пойти, чтобы обоим было приятно. Где взять деньги на пристойную еду. Как вернуть утраченную искорку в отношения. И как влезть вдвоем в маленькую ванну со слишком большим количеством пены. Проблемы не иссякают. Они лишь меняются или выходят на новый уровень. Счастье приходит от решения проблем. Ключевое слово здесь – решение. Если вы убегаете от проблем или полагаете, что у вас их нет, вы будете несчастны. Если вы думаете, что ваши проблемы нерешаемы, вы также будете несчастны. Стало быть, фишка в том, чтобы решать проблемы, а не просто иметь их. Решать – вот путь к счастью. Счастье – это форма, действие, активность. Оно не приходит само по себе. И не обнаруживается по волшебству в горячей десятке. Статьи из Тхе на финал пост. Или совет какого-то гуру или учителя. Оно не наступает по мановению волшебной палочки. Когда у вас появляется достаточно денег, чтобы добавить к дому еще одну комнату. Оно не ждет вас в каком-то определенном месте или определенной идее о работе и даже в книге. Счастье – это постоянный труд. Ибо решение проблем – это постоянный труд. И ответы на сегодняшние проблемы закладывают основу для проблем завтрашнего дня. Подлинное счастье наступает лишь когда вы находите проблемы, которые вам нравятся иметь и решать. Иногда эти проблемы просты. Есть качественную еду, путешествовать, покупать новые видеоигры, играть и выигрывать. Иногда эти проблемы абстрактны и сложны. Наладят отношения с матерью, найти работу по душе, укрепить дружбу. Какими бы ни были проблемы, суть одинакова. Решайте их и будьте счастливы. Если бы все было так просто, вздохнут многие. Дело в том, что люди часто осложняют себе жизнь одним из двух способов – отрицанием. Иногда люди отрицают, что у них есть проблемы. А поскольку они отказываются смотреть в лицо фактом, они должны постоянно обманывать себя и убегать от реальности. На время это улучшает общее состояние. Но в конечном счете ведет к чувству незащищенности, неврозам и эмоциональному подавлению. Психология жертвы. Некоторые полагают, что их проблемы в принципе не поддаются решению. Даже если это не так. Они пытаются винить в своих проблемах других людей или внешние обстоятельства. Опять же на время это улучшает состояние. Но в конечном счете ведет к раздражительности, беспомощности и отчаянию. Люди не хотят видеть проблем или винят в них окружающих. По одной простой причине это приятно да и легче всего. Решать же проблему тяжело и зачастую неприятно. А так сразу настроение улучшается. Это способ временно уйти от проблем. Быстро почувствовать облегчение. Добиться облегчения можно разными способами. Это и выпивка, и чувство собственной правоты. Оно возникает, когда винишь других людей. И восторг нового рискованного приключения. Однако все они далеко не лучший и не самый продуктивный способ распорядиться своей жизнью. Между тем большинство пособий по самопомощи предлагают психологический наркотик. Аня совет взглянуть проблемам в лицо. Такие гуры учат новым формам бегства от реальности. И накачивают вас упражнениями, которые действуют лишь как временный анальгетик. Помните, ни один человек, который им в самом деле и в самом деле счастлив, не будет торчать перед зеркалом и внушать себе, что он счастлив. А еще так появляется привыкание. Чем больше вы полагаетесь на способы отвлечься от глубинных проблем, тем сильнее становятся потребности в отвлечениях. И почти все может стать наркотиком в зависимости от мотива использования. У всех нас есть излюбленные способы приглушить боль. Когда дозы умеренные, ничего страшного в этом нет. Но чем больше, чем дольше мы бежим от реальности и глотаем обезболивающее, тем болезнь не останется в столкновении с правдой. На этой прекрасной ноте мы остановимся и продолжим в следующем ролике.